5 августа, в День обороны Одессы, учащиеся школой номер 77, передали несение почетной вахты памяти на посту номер 1 учащимся 26-й школы Приморского района. Для одесских школьников, рассказывает директор поста Олег Денисов, несение вахты памяти – миссия почетная. Таким образом, дети изучают военную историю и осознают такие важные понятия, как патриотизм и любовь к родине. Ребята несут вахту постоянно и при этом показывают те настоящие уроки мужества, которые были даны нашими дедами и прадедами во время Великой Отечественной войны. Для них это почетная миссия, потому что ребята понимают, что благодаря этим людям произошло то, что сейчас светлое небо и мы можем ходить по этой земле, а мы должны отдать дань уважения этим людям и чтить их память. Провести урок мужества, посвященный 72-й годовщине героической обороны Одессы, к школьникам пришли участники Великой Отечественной войны – люди, в юном возрасте пережившие тяжелое лихолетие. Ветераны продемонстрировали и прокомментировали ребятам документальный фильм, рассказывающий о боях за Одессу и о героях обороны, отважно защищавших свой город. Люди работали, воевали за освобождение города и также Советского Союза, но в то же время с 1 по 16 октября 1941 года наши войска были перенаправлены на Крымский полуостров, Севастополь, так как там была главная черноморская база. Но все равно у нас работали и партизаны, и подпольщики, которые также нанесли очень большой урон фашистским войскам. Молодые люди своим гостям-ветеранам всегда рады. Рассказы очевидцев тех дней они слушают с большой благодарностью и уважением. Тоже люди, которые принесли победу, которые дали нам свободу, которые подарили нам жизнь, что мы сейчас стоим на земле, которые воевали наши деды, прадеды, прапрадеды. И мы гордимся ими, их поступками. После урока мужества для школьников состоялся мастер-класс по квалифицированному обращению с макетами оружия времен Великой Отечественной войны. Собирать и разбирать автомат оказалось делом нелегким, хотя упорству и сноровки школьниц, ловко перебирающих детали оружия, можно позавидовать. Завершился урок патриотического воспитания молодежи чаепитием в кругу ветеранов и чередой интересных, удивительных и подчас невероятных военных историй из уст очевидцев той эпохи.